друзья добрый день сегодня моё видео будет о канарейках буду отвечать на ваши вопросы связанные с трудностями с проблемами в канароводстве это такие два вопроса давайте вопросов кстати говоря вопросов очень много но давайте будем постепенно чтобы все это хорошо усвоилась в общем сегодня разберем два вопроса я здесь специально на бумажке все отчертил чтобы не забыть итак первый вопрос будет у нас что делать если самка кормит но не всех птенцов то есть к самка кормит допустим троих а 4 и 5 не кормит вот бывают такие случаи или птенцов 5 четверых кормит а одного не кормит вот этот вопрос разберем второй вопрос будет такой после вылета гнезда канареек на какой день можно птенчиков отсаживать полностью от родителей это тоже разберем перед тем как начать мое видео хотелось бы вам сказать что вы не за не забыли в это воскресенье в конце вот сегодня у нас пятница завтра суббота воскресенье будет выставка в городе кропоткин улица речная 6 приезжайте выбирайте птицу кстати друзья кто заказывал клетки для одиночного содержания кеннеров там кто-то для волнистых заказывал и переносочки вот пожалуйста все сделал всю кучу всю кучу этих клеток сделал все вовремя как и обещал так что привезу на выставку подходите забирайте кто не в курсе насчет клеточек я вам сейчас вам размеры скажу вот для для одиночного содержания кеннера клетка у нас 39 в длину 28 высота и 20 ширина это для одиночного содержания кеннера или для волнистого попугайчика здесь есть кормушка это я показываю просто кто не знает вот а кто знает вот пожалуйста ваши заказы все готово тут целая куча вроде бы всем сделал никого не забыл все по списку и вот такие вот небольшие переносочки тоже там можно с выставки домой приносить птицу или там куда-то там носить примеру кеннера можно отнести размер этой клеточки значит размер этой клеточки длина 27 ширина 17 и высота тоже 17 сейчас на экране будет номер телефона по этому номеру телефона можете позвонить по ватсапу и написать ватсап уточнить цену если кого-то интересует я вам с удовольствием сделаю такие же клеточки есть будут еще другие клетки лучше красивей но это вот то что касается этих клеток этих заказов пожалуйста без проблем пишите ватсап звоните на телефон заказывайте доставка почтой почта возит идеально все целенькая доставка происходит почтой и так перейдем к нашим вопросам я думаю самый распространенный вопрос ну или как обычно один из самых распространенных потому что в канароводстве вопросов куча книг надо прочитать большие такие стопки и все равно в каждой книге что-то новое где-то по-разному какого-то 11 такого однозначного мнения однозначного правила я скажу что нету то есть все по-разному все индивидуально на подстраиваться и так что делать если самка кормит но не всех птенцов в общем я вот опираясь на свой опыт и на опыт друзей там заводчиков других ну мы же общаемся там делимся как кто вышел ситуации значит здесь можно или увеличить больше мягкого корма допустим там яичка или такую мешку делают яйцо сухарь только сухарь обязательно сушить надо в духовке чтобы он был просушенный такой вкусный пахнет канарейки больше такой едят в общем эту смесь яйцо сухарь морковка вы просто даете больше но учитывайте чтобы еще она у вас не закисла потому что жарко чтобы она у вас не закисала то есть вы дали через какое-то время вы новую порцию дали а старую уберите или давайте так чтобы они съели там за час за два и потом все это учитывайте это одно то что можно давать больше корма птица будет больше наедаться и кормить всех птенцов то есть второй вариант от таких самок может быть самца не стоит кеннера убирать пускай вдвоем что-то самка покормит кого-то самец покормит третий вариант я думаю что это по наследству допустим мать такая была и дочке передалось тут уже ничего не сделаешь надо менять такую самку 3 и четвертый вариант еще я думаю первый раз самка может быть так делать если самка идет первый раз первая кладка самка молодая то есть может кого-то кормит кого-то не кормит можно подкармливать самостоятельно подкармливать можно детским питанием можно также желточек этот разводить можно брать личинки личинки мучника такой жук черный есть эту личинку вы просто берете ножницы отчекиваете голову этой личиночки и выдавливаете вот полностью так на личинку давите в тот момент когда птенчик откроет рот раз и все это на реке будут птенчики ваши будут накормлены я вот сейчас управляюсь уделю вам немножко времени поговорим ну в принципе вот я думаю этот первый вопрос открыт как бы раскрыл я его может быть не полностью ну старался полностью может что-то не помню что-то может не досказал пишите в комментариях кто боролся с подобным кто как боролся с подобными ситуациями давайте перейдем ко второму вопросу на какой день значит птенчиков можно убирать от самки из гнезда то есть пересаживать птенцов в отдельную клетку в самостоятельную жизнь значит самые ранние сроки но это вот двадцать седьмой день птенец вылупился вы считаете записывать все должны все надо на карандаш фиксировать потому что доказано самый тупой карандаш запоминает больше чем даже самый острый ум поэтому все друзья записываем тем более здесь все можно напутать а записали посмотрели у вас допустим уже 20 27 день все двадцать седьмой день вы коны вы птенчиков отсаживаете если там такая экстренная ситуация допустим кеннер начинает бить или самка начинает щипать то отсаживайте хотя бы на двадцать пятый день то есть двадцать пятый день отсаживайте но при этом сейчас покажу но при этом вы берете такие блюдцы вот обыкновенная тарелочка да можно использовать вот такие вот как бы это солянка или кремарница вот это все можно использовать вот в такую посуду вы вилкой можно намять яйцо с желтком намяли там сухарика добавили можно не добавлять сухарика ничего не добавлять просто желток желток белок вот это вот намяли присыпали маком семенами мака семенами этого подорожника семенами одуванчика но маком будет вообще круто пищеварение будет улучшать и вот такие вот блюдца помимо основного помимо основного питания вы даете и молодые эти самые канареечки будут это кушать потому что если их посадить если их сразу отсадить допустим на 25 день и перевести на сухой корм и будет сложно и будет сложно поэтому ваша задача если вы пересадили на 25 день то вот эту мешку мягкий корм обязательно на двадцать седьмой день пересадили но тоже давайте этот мягкий корм но уже у вас будет больше гарантий что птица перейдет на самостоятельное питание и сами будут самостоятельно будут питаться просто бывает если рано перекинуть а вдруг она слабенько я не вижу ваших птенцов понимаете птенцы бывают кстати разные у кого-то они крупные ну как вот и клетки разные у кого-то большая кому-то маленькая так и птенцы но птенцы тут видите зависит все от здоровья самок от здоровья от как вы кормите то есть в общем в принципе вот смотрите критично и самый такой это 25 день она 20 27 день пересаживайте смело ну и соответственно больше 30 там 31 дня не задерживайте убирайте их а то не надо им там сидеть пускай уже пересаживаются если боитесь можете но опять таки зависит от ситуации вы можете пересадить и на 24 наверное день на 23 но тогда самца тоже пересадите а если вам надо чтобы самец оплодотворял эту самку с которой он сидел ну тогда по утрам пускай он будет самкой а потом к примеру в 10 дня там в 11 дня вы самца возвращаете к птенцам чтобы он помогал им кормиться он их будет подкармливать самец друзья не забывайте заказывать клетки кстати еще есть у меня гнезда для канареек в следующем видео обязательно покажу вам гнезда сейчас просто все гнезда по заказу в следующий раз подготовлю нашли еще гнезд покажу какие у меня гнезда есть кому интересно так же пишите на whatsapp гнезда недорогие очень удобные до скорой встречи продолжение следует подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайки всего доброго до скорой встречи всем пока